Я думаю, что в мечтах каждого судьи это судить финал Олимпийских игр. Это престиж, очень сильный для каждого. Естественно, чемпионат мира супер тоже, чемпионат Европы только для европейских судьи, так же как чемпионат Азии или условно океане. Но Олимпиадой, в принципе, считается это уже выше нет. Сам факт того, что судить на Олимпиаде уже очень-очень сильное событие. Ну, естественно, хотелось бы судить финал, чтобы там не играл. Ну и, естественно, американцы. По каким критериям отбирают судьи на Олимпийские игры? Ну, в принципе, там отбирают по, как я так сказать, континентальному принципу. Европа, Азия, Америка, Океания. В принципе, европейские судьи считаются, школа европейская считается посильнее других. Поэтому львиная часть судей с Европы, в этот раз 13 человек, ну вообще обычно половина, на все мировые форумы, такие как Олимпиады, чемпионат мира, попал в число. Вот и все. Как на каждом европейском или мировом форуме всегда за 3-4 дня приезд, там мини-семинар, наставление, как бы так сказать. Ну, естественно, тест физический и иногда. Тесты обычные. Специально готовиться нужно как бы самому, чтобы быть в форме, в первую очередь физически. Готовы все-таки турниры долгие, игр будет немного. Не будет каждый день, игр будет через день. Может, через 2 дня, там же сначала идет предварительный раунд, потом отсеиваются команды. Естественно, игр меньше, естественно, назначений судей меньше. Вы будете и мужской, и женский турнир судить? Ну, это не от меня зависит, но вообще, суди, когда приезжают, и там, и там судят, да. Из тех судей, которые вот еще будут 13 из Европы, всего их будет 30. Вы знакомы? Естественно, с каждым, я с европейцами, с очень многими знаком, с большинством, скажем так. Так, и там будет 10 мужчин и 3 девушки с Европы. Знакомы со всеми, с некоторыми даже очень хорошо знакомы, как бы в хороших отношениях. Роман Сергеевич, что вам рассказывал про олимпийский турнир в Атланте? Что вам запомнилось? Он судил в 96-м году в Атланте, это была, по-моему, или первая, или вторая олимпиада с участием звезд NBA. И он судил там американскую сборную таких игроков, как, я не помню, кого он мне называл, но это мечта каждого судить звезд NBA. Про это он рассказывал, и он судил американскую сборную там. Был технический фолл, но это было уже, честно говоря, почти, сколько, 15 лет назад. Давно это было, но рассказывал, эмоции очень сильные. Пошел по стопам отца, да, но отец был игрок, очень сильный, если кто не знает. Потом он стал судьей. Я был игроком чуть послабее, не чуть, а намного послабее. И сразу решил, естественно, он начал карьеру в 30 с чем-то лет. Я в 20 с чем-то. Вы судили и Евролигу, чемпионат Европы, чемпионат мира. Где сложнее всего работать, на каких соревнованиях? Вы знаете, к каждой игре готовишься. Готовишься очень, как бы, ответственно и независимо от того, где это судить на чемпионате мира Европы, в Украине или в Евролиге. Нужно к каждой игре относиться, я считаю, на все 100%. От этого будет твой имидж расти.